слава иисусу христу слава навеки богу святому друзья приветствую всех снова и снова санкт-петербурга заячьего острова с петропавловской крепости и сегодня в питере здесь на берегах невы северной столицы сейчас полдень скоро будут бить эти часы музыка играть и наверное даже полицию вот а там что-то горит вот сегодня довольно так свежо прохладно но господь нам дал солнечный день слава богу спасибо господа за все вот и сама петропавловская крепость она это собственно градообразующий как бы самый центр петербурга вот и сама петропавловская крепость конечно ассоциируется не только собственно с крепостью когда как крепость она малоизвестно собственно известно своей истории но самым началом и тем что это была большая тюрьма а кстати я был на экскурсиях коль тоже был на экскурсии вот значит давно правда уже еще советское время было вот и нас водили здесь вот даже этим казематом камерам показывали камеры посидели люди но честно говоря так ужасное зрелище эти камеры тем более что теперь уже мы знаем что я теперь уже знаю и в лекциях в семинарах тоже по истории христианства рассказываю об этом со слайдами как раз показываю тоже фотографии некоторые петропавловской крепости здесь сидели и не только политические преступники там уголовник уголовники но маньяки всякие тех времен ну и порядочные люди верующие христиане евангельские верующие вот сидели за веру здесь и из известных наверно лидер малаканство семена клейн это будет это уже пушки полят только не там полет откуда-то туда доносилась можете посмотреть здесь очень красивый вид на дворцовую площадь васильевский остров там что-то дымит что-то горит непонятно вот в полдень пушки полят и играя здесь музыка на часах в семнадцатом веке вот в семинарах по истории как раз я рассказывал об этом как раз тоже пульты слушал нет семинары по оси молока на духоборах вот семена клейн как раз вот здесь сидел патропавловской крепости это было 18 веке его там даже сравнили с пугачёвым как бы ну только пугачёв он реально бандит был революционер как бы насчетом террористами и и и прочее вот самозванец а насчет семена клейн сидел не за террор не за бандитизм там вот сидел за веру за христа иисуса он был обычным православным человеком в тамбовской губернии жил но уверовал живого бога вот отказался от мертвой традиции человеческой и пошел за христом он уверовал через духоборов которых туда ссылали в тамбовской губернии тоже были сильные там проживали как же фамилия была вот этих высланных я забыл уже но очень известная фамилия тогда вот среди духоборов вот были колесниковы в харьковской губернии еще а это были другие но тоже лидеры были вот такие известные очень духоборческом братстве забыл честно говоря но вот может вспомню скажу вот значит и о духоборческом братстве я рассказываю но не так много больше о молоканском наверное братстве рассказываю как раз вот семена клеен он уверовал вот и стал духоборческом собрании ну членом вот этой общины попорческой вот а потом он как бы как стал родоначальником такого нового движения молоканство они говорили что возлюбили чисто словесное молоко чтобы возрасти во спасение то есть слово божье библию вот и здесь петропавловской крепости он сидел по сути за слово божье вот и в тамбове даже семена клеен там с братьями они повели даже там евангелизацию но ее высмеяли правда уже православные истории не традиционалисты высмеяли как вот шествие семена клеена со своими как бы начатам приверженцами как бы но они пришли до в тамбов именно не просто там все кто какую-то зазывать знаете ли а пришли спробуйте слова божьего вот тогда их много по арестовывали там чек 100 их арестовали порядка 70 человек сослали в сибирь вот его сторонников и под этого братства как раз тут малаканского вот а самого семена клеена там там забивали до смерти некоторых кровельников тогда вот малаканского духов порческого братства вот а самого семена у клеено его в железную клетку ну как в истории с пугачёвым примерно похожая история была в железную клетку apa да этапа под водну а regresли вот эту клетку и И возили по городам и весям, как говорится, российским, до самого Петербурга, с Тамбова, представляете? Вот, в сопровождении там охраны, солдат, его возили до Петербурга. И вот здесь уже поместили его в Петропавловской крепости. А он, кстати, он говорил, что вот, по-моему, даже перед судьями там, в Тамбове, что они вышли проповедовать Божье Слово в Тамбове, и что Бог проговорил такие слова ему, что он будет проповедовать даже царям, царицам, самым высокопоставленным лицам государства. Ну, его сошли вообще сумасшедшим, как в Украине, как божевильным. А так и получилось. Кстати, в Канаде издается сборник духоборческого Малаканского братства. Ну, как бы там разные братства есть, есть духоборческое, есть Малаканское. Ну, их так можно условно объединить как бы в одно. Вот, и сборник, где публикуются материалы то духоборов, то Малакан. Вот, значит, и там как раз вот была тоже история Семёна Уклейна. Вот, на русском языке и на английском языке. Очень интересная история, как раз вот именно. Хотя я сам в Канаде не бывал, но в США общался с духоборами, Малаканами. Ну, больше как бы так вот, скажу так, малопрактикующими духоборами, Малаканами. Потому что там в США они больше, допустим, в баптистском братстве там известны. То есть они уже стали членами, уже реально стали членами уже таких, ну, классических протестантских течений. Вот, но как бы формально себя считают ещё духоборами, Малаканами. Хотя на собраниях уже таких они и не бывают фактически. А в Канаде есть собрания, именно мне сказали, духоборческо-малаканские собрания. Но там я не побывал, к сожалению. Может, даст Бог, в следующий раз получится. Вот, нужно визу открывать, ещё канадскую отдельную. Вот, помимо американской. Что попасть и к ним ещё. Вот, и, так вот, история такая, что он действительно, реально, он проповедовал царицей и проповедовал первым лицам государства. Хотите, верьте, хотите, нет. Реально, на самом деле, это всё произошло. То есть, хотя над ним посмеялись в Тамбове, но в Петербурге не посмеялись над ним. А это всё реально исполнилось. И самым удивительным образом. Его поместили здесь в Петербаловке, во внутреннюю темницу. И должны были его здесь сгноить, как маньяка, опасного преступника какого-то. Вот, и он должен был здесь, по сути, умереть в этой камере, одиночной. До, ну, как бы, пожизненно, будем так вот, пожизненно. Вот, как сейчас говорят. Значит, и... Но получилось так, что в этом сборнике рассказывается такая история. Не знаю, как там было на самом деле, но вот... За что купил, за то продал, что называется. Вот, Екатерина, великая бессонница, что ли, была. Как бы, вот, ей читали всякие, там, ужасники на ночь. Вот, ну, не ужасники, но истории, в том числе и всяких таких происшествий. Скандальных, страшных происшествий в Петербурге и в Российской империи. И вот, в том числе, читали как раз рассказы о вкусниках Петропавловской крепости. Читались как раз вот именно их, будем так говорить, как истории, что ли. Читались их вот такие, как повествования, что ли. Вот, и прочитали в том числе вот о Семене Уклеине. И вот государыня императрица возымела желание с ним лично побеседовать. Вот, и из Петропавловки его доставили во дворец. Вот, и во дворце он имел возможность лично с государыней разговаривать, общаться, вот, отвечать на вопросы ее в присутствии первых лиц государства, на самом деле, олигархов тогдашних и членов Сенода и Сената. Вот, и императрица имела, согласно этим воспоминаниям, и личную с ним беседу, приватную. И вот после всех этих бесед Екатерина приказала его даже освободить от атаков и дать ему грамоту охраны и припроводить в Тамбов под надзор полиции, но чтобы он был на воле у себя дома. Ну, и он умер в доброй старости, под надзором полиции, правда, жандармов, но у себя дома, в кругу семьи в Тамбове. Вот, в Тамбове я ни разу не проповедовал сам, хотя проездом бывал, вот, и, ну, в лекциях, в семинарах по истории, вот, Духоборов, Малакан, реформации, пробуждений духовных таких в Российской империи, я об этом рассказываю часто, о Тамбове как раз, вот эти истории. Вот, и Семену Клейн, вот, известно, что, да, он был препровожден как раз полицией. Кстати, интересно, что Екатерина даже тогда высказала такую мысль, что вот нам бы таких православных священнослужителей, а, говорили ему, что ты не православный, вот, я православный, вот, христианин, объяснил им суть своей веры, что, в принципе, Малакане тогдашние, они даже и не хотели так сильно отделяться никуда, вот, создавать какую-то отдельную конфессию. Люди хотели просто читать Слово Божье, верить в живого Бога так, как сказано в Писании, вот, а не так, как прописывают жандармы в рясах, будем так говорить, как вот называли их. Вот традиционную государственную церковь, плодницу такую, вот, цесарепопийскую систему, вот, такая история была. Ну, и в Петропавловке один из узников совести в Петропавловской крепости написал такие слова «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». Да, вот так вот, «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». Вот так вот, друзья. Так что, в тюрьме ли вы, на воле ли, самое главное – со Христом быть и во Христе пребывать. пребывать. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, с берегов Невы. Благоставляю всех вас. Здесь виды прекрасные сегодня вообще. Вот Исаакиевский собор, кстати, он тоже символ или знамение такой реформации. 20-е годы, 30-е, я говорил об этом тоже в семинарах по истории христианства. Так что можете вот тоже полюбоваться красавцем собором. Продолжение следует...